Добрый вечер, дорогие друзья! С вами Ивановский Никита. Сегодня четверг, 16 апреля, 20.00 и мы начинаем очередной вебинар. Серия вебинаров будет посвящена работе не только в 3D Max, не только в VRA, не только в Corona, но и в Unreal Engine, Photoshop и в других-других программах. Я решил изменить формат нашего общения, так как мы в большинстве случаев практически всегда, то есть вот сколько, 21 вебинар у нас за этот год уже 21 вебинар, за учебный год я имею в виду, и практически все эти вебинары были немного не взаимосвязаны. То есть у нас было 3-4 вебинара, 5 вебинаров последовательных, но они не работали над одной темой, совсем над одной темой. Я решил изменить формат и поработать над очень серьезной, вот именно такой конкретной целью, это создание интерактивной композиции. Естественно, мы полностью интерьер не сможем сделать интерактивным при условии проведения один раз в неделю занятий, по часу, по полтора. Мы с вами хотя бы композицию сделаем интерактивную, поработаем в 3D Max, в 15-м 3D Max, поработаем в 3D Max, поработаем с Corona, поработаем с Photoshop над развертками, поработаем в Unreal Engine над созданием интерактивной композиции, и поработаем, естественно, в Marvelous Designer, например, для создания штор. Как вам такая программа, нравится? Пойдет? Я думаю, что мы будем успевать. Я планирую, как сказал в видеозаписи, провести 4-5 встреч подобных от вас, естественно, выполнение домашних заданий, желательно. И по итогам всех вебинаров у нас состоится голосование. Все-таки я решил опять запустить небольшой конкурс, чтобы видеть от вас максимальную отдачу. Чтобы не просто так я здесь сидел и перед вами выступал, да? Чтобы видеть максимальную отдачу, у нас будет небольшой конкурс, опять же, по созданию композиции. Желательно, чтобы, сразу скажу, желательно, чтобы композиции были ваши, не мои. Я создаю свою композицию, вы создаете свою композицию, чтобы они отличались, чтобы у нас с вами были разные работы, чтобы вы могли свою работу, композицию, положить, например, в портфолио, поместить в портфолио и продемонстрировать своим друзьям, знакомым, заказчикам. Так вот, я сейчас 2 секунды буквально представлюсь. Я сейчас начинаю трансляцию экрана. Начинаю трансляцию экрана, представлюсь, опять же, по сайту. Вы видели обзор, да? То есть, в качестве приглашения я высылал обзор, видеообзор по сайту. Сейчас, опять же, я открываю сайт. Вот он, вот он я. Вот он я. Меня зовут Ивановский Никита Андреевич. Я кандидат педагогических наук, сертифицированный инструктор компании Autodesk по программному продукту 3ds Max. Директор студии, студии компьютерной графики 3D Volga и Lava Design. То есть, несколько направлений у меня сейчас работы. Кроме того, я являюсь ведущим преподавателем школы vskool.ru. Сертификат, сертификаты и дипломы. Вот в 2014 году удостоился диплома победителя открытого конкурса «История успеха». Вошел в топ-100 ведущих преподавателей компании Autodesk. Я являюсь практикующим. То есть, я считаю, что преподавание невозможно без практики. Постоянно работаю над разными проектами, над анимационными, над интерьерными, над экстерьерными проектами. И по моделированию постоянно что-то выполняю, чтобы иметь хорошую практику. Сейчас основное направление – это анимация и интерактив. Притом, они являются сейчас достаточно такими открытыми в связи с тем, что Unreal Engine и Unity 3D являются бесплатными. Самый сильный преподаватель трехмера. Я буду более скромным, я не буду этого говорить, потому что мне еще расти и расти. Как многим, как многим вообще по-хорошему, да, специалистам, которые себя считают специалистами, на самом деле считать себя нельзя специалистами для того, чтобы рост не останавливался. Как только вы поймете что-то, что вам необходимо остановиться, тогда нужно выкидывать компьютер, улетать куда-нибудь на острова и никому ничего никогда не рассказывать. Да, кстати, Валерий, Валерий, вашу работу покажу. Валерий уже начал работать над композицией. Валерий уже смоделировал стул, наш замечательный вот этот ИКЧР, да, который достаточно известный. Вот, и практически уже поработал над композицией. Сейчас я вам продемонстрирую те референции, которые мы будем использовать в работе. Опять же, в Photoshop открываю. Если кого-то еще будет интересовать какая-то информация обо мне, спрашивайте, буду обязательно отвечать. Это основной наш референс. Вы его все видели и видите на экране. Кроме него мы будем использовать различные вот такие референции, которые помогут нам смоделировать данное кресло, во-первых. Во-вторых, смоделировать сам интерьер. В чем загвоздка? В том загвоздке, что весь наш интерьер, вся наша композиция должна быть оптимизирована для использования в Unreal Engine. То есть, все материалы, все модели, которые мы будем создавать, они уже будут нами создаваться немного по другой схеме. То есть, мы будем создавать минимальное количество полигонов с максимальным качеством. Подключать будем в Photoshop различные инструменты для создания Normal Bump, для создания Displace карты, для создания карты металличности и так далее. И развертки, естественно. То есть, нам необходимо будет поработать с развертками. Кто из вас работал уже в Unreal Engine и вообще в геймдеве? В области геймдева, в области создания интерактива? Поставьте, пожалуйста, плюсики. Кто-то работал уже? Кто-то работал над этим? Дмитрий минус, Евгений плюс. Минус, плюс. Вы решили минус, плюс, минус, плюс? Минус, минус. Только вот Евгений работал уже хорошо. То есть, среди нас есть профессионалы в этой области. Но в основном минусы. Дмитрий, вы уже успели поработать? Кишинский Дмитрий. Замечательно. Так вот. Кто присутствует на подобном вебинаре? Давайте еще один вопросик и будем приступать к работе. Кто присутствует на подобном вебинаре впервые? Поставьте, пожалуйста, единичку. Поставьте, пожалуйста, единичку. Кто присутствует на подобном вебинаре впервые? Ого! Вот что называется. Две недели не было вебинаров. У нас сразу столько гостей. Это радует. Я надеюсь, что вы многое увидите нового. и вообще исследуйте формат вебинаров, так как он сейчас является ведущим в области обучения, то есть многие даже университеты и многие академии переходят на обучение именно в интернете, именно в вебинарных комнатах. Это хорошее направление, которое позволяет достаточно быстро обучаться и намного эффективнее, я считаю, чем в других учебных заведениях. Запись будем делать, да, то есть запись идет, я сейчас вам ее тоже продемонстрирую. Да, вот здесь у меня на втором мониторе запись идет. Я сейчас чат переношу на второй монитор, мы с вами начинаем работать хорошо. У всех трансляция, надеюсь, идет, если вдруг какие-то сбои будут, пожалуйста, пишите в Skype, пишите в ВКонтакте, буду сразу корректировать для того, чтобы вы смогли сейчас сразу в режиме онлайн проконтролировать, посмотреть, что у нас с вами получается. Ну и, естественно, выполнить. То есть вы можете, опять же, на второй монитор перенести данный вебинар и работать в 3D Max над моделью. Как вы думаете, как нам лучше основную доминанту создать? Вот это кресло, естественно, мы сначала с ним поработаем, сначала с ним поработаем, а потом уже поработаем с остальными элементами. Из чего будем создавать? Валерий, из чего вы создавали? С помощью какого референса? С помощью каких элементов? Остальное все достаточно просто. Даже обезьяна. Даже обезьяна, она, в принципе, моделируется достаточно просто и быстро. Ее мы, может быть, сегодня успеем, посмотрим. Сегодня у нас с вами на повестке дня создать композицию, отрендерить ее в Vray и отрендерить ее в Corone. Ну и оптимизировать, начать оптимизировать модели для использования в Unreal Engine. Сфера. Правильно, практически. Plane. Ну, Валерий вот из Plane. Я бы из сферы, наверное, все-таки моделировал. Линия. Видите, сколько вариантов? Да, огромное количество вариантов создания данного объекта. Я бы, наверное, моделировал все-таки из сферы. Да, то есть вот Аня написала тоже про сферу. То есть основным нашим элементом и самым сложным в данном случае элементом является вот эта часть. Эту часть, естественно, необходимо сделать очень ровно и очень красиво. Если я вам открою другой референс, вот он, да, здесь особенно видно, как это все устроено. Не даром это кресло называется яйцевидным креслом. Соответственно, мы по максимуму должны использовать возможности 3D Max. И я думаю, что легче всего создать сферу, потом ее перевести в редактируемый полигон и создать очень быстро данное кресло. Кроме того, мы можем, конечно же, использовать линию. То есть мы можем создать каркас, вот такой угловой каркас, потом этот каркас, соответственно, сконнектить. То есть половинку каркаса, вот такую половинку. Потом сконнектить, например, превратить в редактируемый полигон и тоже с ней поработать. То есть вариантов огромное количество, но мы будем использовать, наверное, сферу. Овоид, это что такое, значит, капсула. Капсулу тоже можем использовать, в принципе, да. То есть может быть даже отчасти капсулу, но в капсуле нам необходимо будет больше всего вырезать различных полигонов. Можно тоже. То есть мы можем использовать даже бокс. Но, смотрите, сфера. Про сферу мы говорим, но вот сразу мне пришла в голову мысль. Если мы создаем сферу, я сейчас перехожу в 3D Max, если мы создаем сферу, то посмотрите, что у нас происходит. Вот она сфера. Вот она сфера, да. У нас у сферы есть полюса, да. Соответственно, для того, чтобы от этих... И даже если мы, например, эту сферу конвертируем в редактируемый полигон, конвертируем в редактируемый полигон, мы что получим? Мы получим все равно вот такой полюсоидный объект. И если мы будем применять теперь закругление, то у нас не очень хорошо это закругление будет, да. В Max, avoid. Это в каком Max? Пока в 15 Max я с ним, к сожалению, может быть здесь в Extended Primitive, но его пока нет. Может быть в 16 Max. Но 16 Max, к сожалению, я пока не видел, чтобы он вышел. Вот, может быть в обзорах. 2015. Надо будет посмотреть. Здесь нет среди примитивов, вы видите, да. То есть здесь есть компаунды. Но не будем сейчас, да, на эти все нюансы. То есть в 15 Max много других фишек, и в том числе небольшая глючность. То есть до сих пор 15 Max почему-то глючит. Я думаю, что все-таки, да, не очень целесообразно создавать данный объект из сферы. Я буду создавать из бокса, но немного другим путем. Я превращу бокс, превращу бокс в сферу, а потом уже буду работать. Смотрите, что я сейчас сделаю. То есть я создаю бокс приблизительно вот по такому размеру, да. Почему бокс вы сейчас увидите, да. То есть я создаю бокс, задаю ему размеры. То есть здесь у нас по высоте, здесь у нас по высоте остается 300, ну давайте сделаем 400, 400 миллиметров. По ширине мы с вами делаем. Кстати, референция, да, ни у кого вопросов не возникает, как загрузить референции в виде фона. Я надеюсь, что нет, да. Работает по медленности, я не могу сказать, что 14, 15 Max работает медленнее, но он работает более глючно. То есть в нем некоторые вылетают моменты при моделировании. Так вот, здесь я делаю 14, здесь я задаю приблизительно 700 на 700, да, по ширине. Есть вопросы, да, расскажите про фон, а как загрузить в двух словах, если можно. Первый урок из патефонной комнаты, да, ну и сейчас я вам в двух словах буквально покажу. То есть нам необходимо создать в редакторе материалов стандартный, стандартный материал. То есть мы переходим в редактор материалов, выбираем свиток Materials, далее заходим в свиток Стандарт. И здесь выбираем стандартный материал и его перетаскиваем на панель. Пользоваться мы будем с вами Slate Redactor. Если вам кто-то когда-то говорит, что Slate Redactor это плохо, это не модно, просто этот человек является, ну мягко скажем, непрофессионалом. Потому что в Slate Redactor очень удобно работать и все, все программы, даже новый 3D Max, который выходит у него, даже создание объектов будет происходить с помощью нодов. Тот же самый Unreal Engine построен на нодовой системе, понимаете. То есть мы будем изучать именно эту систему. Так вот, мы на рабочее поле переносим вот этот материал, далее выбираем вкладку Diffuse и к диффузной вкладке щелкаем вот здесь на шарик, можно щелкнуть два раза на шарик, выбрать Bitmap и загрузить картинку. Далее создать plane по размерам, создаем plane по размерам, размещаем на него эту самую картинку, включаем отображение и так далее. То есть все это описано в вебинарах, которые я проводил 2 недели назад, 3 недели назад. Я старался сделать на это ударение. Если у вас вопросы возникают, пожалуйста, посмотрите те именно вебинары. Сразу скажу, что мы с вами будем работать в темпе, в серьезном темпе. Это не такое обучение, не курсовое обучение. То есть это вебинарное именно обучение в сжатые сроки. То есть мы с вами проводим, даже не обучение, это дружеские встречи, на которых мы с вами делимся опытом. То есть я вам рассказываю какие-то фишечки. Основное обучение, оно проходит намного в другом абсолютно формате. Так вот, давайте сейчас вопросов поменьше. Хорошо? Добрый вечер, Вадим. Привет, привет, Мария. Мария отличница. Да, Вадим и Мария входят в одно время в чат. Сейчас будем работать. Я не буду блокировать чат, но, пожалуйста, за вопросов поменьше. На все вопросы я с удовольствием отвечу в конце вебинара. Если вопросов будет много, я не смогу вам продемонстрировать основную теоретическую и практическую часть нашего вебинара. Договорились? Не сговаривались? Ну, я так чувствую, что вы вместе. В одной машине, наверное, ехали, да? Так вот, конвертируем данный бокс в редактируемый полигон. Можно даже этого не делать, можно сразу. То есть, как нам сделать данный бокс сферическим и для чего это вообще нужно? Я применяю TurboSmooth и у нас получается следующий результат. Вот что я получаю. То есть, я из бокса очень легко и быстро получаю вот такую сферу. Можно сказать, как раз, ну, вот что-то напоминающее яйцо. Почему я использую именно бокс? Потому что у нас нет полюсов. Вы видите, да? То есть, если я создаю обычную сферу, у меня есть полюса. Если я создаю из бокса, у меня нет полюсов. И, соответственно, я могу очень легко и просто ее преобразовать уже в кресло. Что мне теперь необходимо сделать? Да, ребята, давайте поменьше. Иначе мне придется сейчас заблокировать чат. Если видео тормозит, то, пожалуйста, установите другой браузер. Например, Яндекс.Браузер, либо Гугл.Браузер. Может быть, из-за этого у вас. У всех остальных все отлично. Я это вижу по статистике. Сейчас я применяю модификатор EditPoly и удаляю сверху, ну, предположим, какие полигоны. Ну, вот эти полигоны, например, я удаляю. То есть, у меня получается уже вот такая форма. Далее нам необходимо удалить следующие полигоны. Мы можем удалить половинку. То есть, мы сразу половинку отсекаем и отсекаем вот этот полигон, который у нас будет отвечать, можно даже поменьше. То есть, мы вот эти два полигона удаляем. Не все полигоны. То есть, у нас получается вот такая форма. Форма достаточно, можно сказать, высокополигональная на самом деле. И у нее очень много точечек полигонов. Как конвертировать? Как применить редактируемый полигон? Я применяю с помощью кнопок. Вы видите, что основные модификаторы у меня вынесены на кнопки. Я не пользуюсь вот этим большим листом. Вернее, пользуюсь, но очень редко. Когда, например, встает вопрос об использовании модификатора, который у меня не занесен в список. Вот в этот список. Здесь у меня, вы видите, вы можете посмотреть сейчас в режиме реального времени, что я в основном использую при моделировании, какие модификаторы и инструменты. Кроме того, я использую вот этот риббон, который появился в 2012 версии. Я уже не помню, в какой-то версии появился сейчас этот риббон. Graphic Modeling Tool становится все лучше, лучше и лучше. Здесь есть инструменты ретопологии, инструменты рисования по объектам, изменения объектов. Мы с вами отчасти поиспользуем некоторые инструменты и отсюда, через Google Chrome. Все хорошо, да, то есть Google Chrome поможет. Теперь я перехожу на уровень точек. Использую горячие клавиши 1, 2, 3 для того, чтобы перемещаться по уровням. То есть единицы – это точки, два – это ребра и так далее, и так далее. Вебинары можно посмотреть на официальном сайте viscool.ru, который я сейчас показывал в начале вебинаров. Теперь я перемещаю вот таким вот образом данное креслице, и у меня получается следующий результат. То же самое я делаю здесь. Можно включить Alt-X. То есть я нажимаю на кнопочку Alt-X, включаю отображение. Можно, в принципе, вот это пока сильно не трогать. Мы можем просто подвинуть чуть-чуть вот так, да, и уже вот эти точечки опять же поднастроить. То есть вы видите. В чем фишка? То есть в принципе, если посмотреть, кто-то говорил вообще про бокс. Можно боксом или не можно боксом, да? То есть боксом, на мой взгляд, максимально получится быстрее, быстро, и сеточка получится у нас ровная. То есть то, что нам необходимо для использования в Unreal Engine. Сейчас я применяю Make Planar, то есть я выделяю все точки. Выбираю функцию, например, Make Planar по оси, по какой оси нам необходимо, по оси Y в данном случае. То есть у нас все точки подравниваются по оси в одном направлении, да, для того, чтобы, опять же, нам было проще использовать все элементы. Вот. И теперь приступаю к моделингу, да, то есть к остальному моделингу. Что нам теперь необходимо сделать? Нам необходимо поднять, поднять можно сразу. То есть мы можем сразу вот на этот уровень поднять все элементы. И теперь, как вызвать эту панель? Вызвать эту панель вот здесь можно. Вот она, кнопочка Graphite Modeling Tools. Она начинается, если у вас, например, 9-й Макс, то ее не ищите, ее не будет. Пожалуйста, все вопросы позже, иначе я не успею рассказать тот материал, который я подготовил. Договорились? Да? Услышали меня? Хорошо. Подменю. Так. Теперь приблизительно я перемещаю точки вот на это расстояние, выделяю ребра и произвожу Connect. Connect можно произвести пока одинарный. Я сейчас отключу чат. Да, я все-таки заблокирую чат, расскажу о моделировании данного кресла, про моделирование данного кресла, потом про моделинг интерьера, ну и уже мы с вами потом отрендерим. То есть надеюсь, что успеем отрендерить. Все, чат я заблокировал, теперь я перемещаю точечки, 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 я перемещаю, вот выстраиваю такую вот композицию, здесь нам необходимо что сделать? Здесь нам можно выбрать вот эти ребра и с Shift переместить их для того, чтобы получить новую совокупность, новый массив ребер и теперь их отмасштабировать в соответствии с тем, что нам нужно. Вы видите, что я получаю все очень угловатое, то есть у меня нет абсолютно, абсолютно нет фактически никаких закруглений. То есть у нас получается уже вот такой вариантик. Естественно, нам эти точечки нужно будет подвинуть вот в этом направлении, к примеру, выровнять, подровнять там, да, для того, чтобы получить, соответственно, кресло, то, которое мы задумали. Может быть, они лишними будут, мы посмотрим, может быть, их придется удалить немного, да. С данным способом вообще проще всего, конечно, создавать из плейна, да, то есть мы создаем плоскость и потом эту плоскость определенным образом выравниваем. Теперь, сейчас нам, у нас сложность состоит в том, что нам необходимо вот здесь все смотреть в объеме, да, то есть у нас объемный элемент, ну вот это давайте пока вообще удалю, все-таки не буду создавать, она у нас лишней, лишней является, мы потом лучше подровняемся, чтобы у нас было плавное перетекание. Необходимо прочувствовать форму, да, то есть я всегда студентам говорю, что вы должны сесть, посидеть в это кресло для того, чтобы прочувствовать, как его смоделировать, как его смоделировать и как его вообще создать. Здесь у нас, здесь у нас, естественно, часть перспективная, поэтому нам необходимо делать небольшую скидку на то, что вот мы производим, у нас происходит смещение, небольшое смещение, то есть мы можем не таким вот образом перемещать точки, а немного в другом направлении. Теперь я, теперь я что делаю, можно опять же выделить, выделить вот эти ребрышки, выделяю вот эти ребрышки и опять же все это масштабирую, да, то есть опять же выравниваю, то есть таким вот образом. Давайте пока вот сюда все-таки выровняем, нам проще так будет работать для того, чтобы получить хорошую закругленную фигуру. То есть данным способом, признаюсь честно, моделирую впервые, потому что в основном моделирую именно из плейна. То есть из плейна является способ намного проще, на мой взгляд. Можно здесь создать дополнительный коннект и в виде сверху немного подровнять точечку. Вы видите, что точка вот эта, она форма, да, сейчас пока форма у нас получается не та, которая нам нужна, мы можем сверху ее тоже подровнять, получить вот такую яйцевидную форму. То есть мы играем с сеткой, мы должны сейчас поиграть с сеткой для того, чтобы максимально прочувствовать, да, максимально понять, как нам необходимо, что нам необходимо сделать. Кроме того, давайте сразу, да, то есть я сейчас выбираю, выбираю вот эти ребрышки на уровне ребер, вот эти ребра я выбираю. И, соответственно, их перемещаю, перемещаю вот сюда. То есть у меня получается уже сразу сейчас практически форма нашего кресла. Теперь я создаю коннект, создаю не одинарный коннект, а двойной коннект, снова перемещаю ребра вот в этом направлении. Здесь мы можем чуть-чуть отмасштабировать, естественно, и получить уже заготовку для нашей фигуры, которая будет играть роль подголовника. Да, и вот таким вот образом выстраиваем, то есть мы получаем заготовку. Теперь мы берем вот этот элемент и вот этот элемент можно, да, то есть несколько элементов выдавливаем и еще раз выдавливаем. И теперь настраиваем, то есть вы видите, можно было выдавить один полигончик, да, то есть можно было не выдавливать. То есть, вот эти полигоны, вот этот второй полигон, можно было просто-напросто не выдавливать. То есть, то, что я сейчас сделал. Но для того, чтобы сохранить пропорциональность сетки, я именно сделал выдавливание вот такое, которое я сделал. В принципе, по-другому никак не скажешь. Все, то есть, мы вот что получили. Все полигоны у нас остаются четырехугольными. Вы видите, да? То есть, абсолютно все полигоны остаются четырехугольными, и мы получили уже вот такую форму. Поэтому, если я сейчас отключу Alt-X, вот что у нас получается. Кроме того, нам необходимо задать, наверное, больший объем данному креслу, переместить вот эти вершинки немного, я их выделяю. Еще раз прошу прощения за скорость. То есть, если какие-то вопросы у вас будут возникать по итогам, пожалуйста, задавайте. Я с удовольствием на них буду отвечать. Если мы сейчас не будем с вами соблюдать определенный скоростной режим, мы с вами ничего не успеем. Вот, то есть, я получил вот такой элемент. Здесь мы что можем сделать? Мы можем создать, например, дополнительное ребро, опять же, да, коннектом, не двойное, а одинарное. Вот, кстати, давайте я вам продемонстрирую очень интересный инструмент под названием Swift Loop. То есть, я нажимаю на этот инструмент и создаю вот здесь очень быстро. У меня горячая клавиша стоит Shift-S. Данный инструмент, он необходим для быстрого коннекта. То есть, я очень быстро могу закрепить ребра, например, по краю, могу создать дополнительное ребро, в данном случае вот здесь. И потом уже перейти на уровень точек и вот таким вот образом уже изменить расположение, конфигурацию нашего основного объекта. Все, да? То же самое и здесь. То есть, мы получили вот такую конфигурацию. Я думаю, что вот этот полигон, я вообще, наверное, вот эти полигоны я удалю, дабы было проще нам поработать. И здесь нам необходимо, самое главное, создать вот такую форму. Эту форму, с одной стороны, нам проще было бы создавать, если мы можем что вообще сделать? Вообще, по-простому, взять и подвинуть вот таким вот образом сюда. Можем выделить, то есть, мы выделяем ребрышки, вот эти ребрышки выделяем, снимаем выделение с тех, которые нам не нужно выдавливать. Ну и, соответственно, так у нас здесь что? Можно вот здесь тоже, наверное, удалить. То есть, у нас получится вот такая. Здесь смотрим, да, что у нас получается. Теперь данный объект мы можем повернуть на 90 градусов. Включаем угловую привязку, выстраиваем эффект pivot only по центру pivot и поворачиваем на 90 градусов с угловой привязкой. Не забывайте включать угловую привязку. Таким вот образом мы поворачиваем на 90 градусов. Вот что у нас получается. Теперь мы переходим в данное окно, и нам необходимо в данный. Опять же, здесь, мягко скажем, не очень корректно происходит расположение. Но мы можем, в принципе, подровнять. Мы можем здесь приблизительно подкорректировать нашу модельку. Что мы можем здесь сделать? Мы можем сделать вот что. То есть, вот таким вот образом подкорректировать. Вот таким вот образом подкорректировать. здесь здесь нам необходимо нам необходимо выстроить вот эту модель куда то есть может быть она у меня такое толстоватое получилось кресло я говорю то есть проще было бы моделировать конечно же из плейна из плейна так вот так 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 как нам лучше и вот от разработать создать так 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 давайте создам сейчас половину симметрии назначаем модификатор симметрии и посмотрю с флипом ставлю галочку флип и смотрю все это уже в объеме до флип нам не очень нужен у нас получается вот такое пока кресло вот такое кресло естественно вот здесь сразу мы можем поднастроить поднастроить вот это расположение вот это расположение вот это расположение то есть мы делаем более яйцевидным данная креслица здесь у нас идет перетекание можем попробовать назначить turbo smooth вот что у нас получается да но пока далеко от истины что называется далеко от истины нам теперь необходимо его развернуть То есть вот, чтобы мы получили из капсулы. То есть фактически мы сейчас использовали с вами капсулу. То есть теперь нам самое главное и самое сложное его развернуть. Для того, чтобы получить уже результат лучший. То есть мы можем использовать опять же ребра. Можем использовать, к примеру, FFD-Box. Для того, чтобы получить плавное перетекание. Плавное перетекание. И немного поплоще его сделать. Данный метод в этом сложности заключается. В том, что у нас получилась сфера. И теперь как эту сферу преобразовать красиво, это, конечно, вопрос. Для того, чтобы получить хорошие развороты. Вот таким вот образом мы сейчас будем все это разворачивать. То есть мы создаем с вами... Двигаем точечки. Двигаем точечки. И получаем вот такую заготовку. Чертежи искал. Чертежи, к сожалению, не успел найти. То есть по чертежам было бы намного проще создать это кресло. Без чертежей, конечно, есть загвоздочки. Переводим в изолированный режим с помощью горячей клавиши. Alt-A. И настраиваем вот это расположение, чтобы оно у нас было тоже плавным. Окей, окей, окей. Окей. Здесь мы можем тоже, в принципе, удалить вот эти полигончики. Теперь разнести их определенным образом. Вот. Повернуть. То есть мы изменяем полигоны, как сейчас захотим. Масштабируем, как будто мы сейчас работаем именно с плейном. Именно с плейном. Можно поставить галочку Ignore Backfacing. Для того, чтобы не выделять лишние точечки. Вон те. Вопросы сейчас какие-то возникают, пока я вот сижу. Я сейчас разблокирую чат. Разблокирую чат. Пока вот такой небольшой ступор с этим боксом. То есть из бокса можно, но осторожно. То есть можно попасть в небольшой ступор. Вот это тоже мы разворачиваем с вами и получаем вот такой результат. Здесь я выбираю точку. Выбираю точку. Разблокировал чат. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. Разблокировал чат. Использую инструмент под названием Soft Selection. Добавляю Soft Selection. Увеличиваю файлов. И сейчас мне необходимо создать вот такой результат в окне проекции Front. Вот что я сейчас делаю. Кто сейчас пробует делать сразу за мной? Есть такой? Кто пробует? Симметрии мы сделаем поуже. У нас получается с вами вот такая яйцевидная пока заготовочка. Теперь переходим в окно проекции Left. Исправляем заготовку. Отключаем Soft Selection. И смотрим, что у нас выходит с вами. Делаем более плавное перетекание. Окей. 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 И так далее. Здесь у нас перетекание пошло. Здесь у нас форму можем чуть-чуть подредактировать. Опять же, с использованием Soft Selection. Таким вот образом. То есть нам необходимо получить красивую яйцевидную форму. Ну и теперь можем выйти из изолированного режима. И посмотреть, что у нас вышло. Вот такое кресло. Пока что. Такая вот заготовка. Далее. Далее. Что мне необходимо сделать? Мне необходимо создать внутреннюю подушку. Стол, тумба. У меня подвисает. Не успеваю за тобой. Видюха не вывозит. Я просто смотрю и слушаю. Просто смотрю и слушаю. Это тоже хорошо. Это тоже хорошо. Теперь я поворачиваю на 90 градусов. Доминанту. Мы сейчас с вами основную вот эту и закончим. И уже будем приступать. Вот здесь, конечно, вы видите. То есть мы сбились с основного курса. Чуть-чуть я сейчас видоизменю. Без софт-селекшена. Вот. И вот эту часть, переднюю часть всю я еще трансформирую вот таким вот образом. Что-то прям странно. Нарушилось странно. Очень. Вот. Здесь я создаю дополнительный коннект. Дополнительный коннект. Сворачиваю софт-селекшен. Дополнительный коннект. И выстраиваю опять же точечки. Здесь можно тоже еще один коннект создать. Только не двойной, а одинарный. Чтобы сферу было видно с двух сторон. Я применил модификатор симметрии. Вы видите, да? То есть у меня модификатор симметрия. Я применил этот модификатор. И у меня нажата вот эта кнопка. Show and Result. Соответственно, если мы отожмем эту кнопку и перейдем на edit-поле, то мы будем видеть только половину, которую моделируем. Если я перехожу на edit-поле и нажимаю на эту кнопку Show and Result, то я воспринимаю обе половинки. То есть я вижу и ту, и ту половинку. Вот такая концепция у нас у креслица получилась. Теперь переходим в окно проекции Left. Вот здесь. Front, Left. И можем все-таки сделать его не таким. Так что у меня не выбирается. Вот, снова включаю Soft Selection. Soft Selection это наше все. Для того, чтобы очень быстро подкорректировать форму, которая нам нужна, если вдруг что-то мы не получили. Чуть-чуть, не то. Мы можем очень быстро ее подкорректировать с помощью Soft Selection. Здесь тоже корректируем. Можно здесь зажать каким-то образом и так далее. То есть мы получили вот такое кресло. Заготовку. Теперь снова поворачиваем на 90 градусов. 90 градусов. И вот что у нас получается. Ну, я думаю, что приблизительно похоже. То есть мы теперь можем подровнять вот эти точечки. Мы займемся... Я сейчас основную концепцию вам покажу. И мы займемся с вами уже, например, интерьером. А вот остальное мы с вами будем доделывать... И с разверткой. То есть нам нужно будет создать материал, развертку и доработать нюансы. Шовчики всякие. Я думаю, что этим мы будем заниматься с вами на следующем вебинаре. Так, вот. Ну, такая форма приблизительно, да? Кто сидел в таком кресле? Похоже, не похоже? У меня были подобные, но не совсем такое. То есть я не могу на 100% сказать, похоже оно или не похоже. То есть если мы теперь применяем TurboSmooth, у нас получается вот такое закругленное. То есть мы можем выстраивать уже... Здесь более корректно выстроить его, да? Более тщательно вот эти все перепады. Уменьшить количество полигонов. Вообще желательно для того, чтобы все это создать, да? Максимально, максимально воссоздать все эти перепады. Мы получили с обычного бокса, да? То есть мы обычный бокс создали, получили вот такую форму. Подача как? Быстрая подача. Если вы посмотрите патефонную комнату, там намного меньше, медленнее. Если вы посмотрите альпийское шале, там тоже намного медленнее. Иначе я просто не успею, да? То есть если я не буду говорить в темпе, я просто-напросто не успею вам что-либо вообще показать. Понимаете? Если вы, например, уже владеете хоть немного, тогда вы обязательно все поймете. Плюс к тому же будет запись. Обязательно. То есть запись будет, и вы сможете его посмотреть. Далее мы можем здесь... Что мы можем сделать? То есть мы можем выбрать полигоны. Вот эти полигоны, которые у нас будут играть роль, например, подушки. То есть мы можем пойти по какому способу? То есть либо выбрать полигоны, либо, например, выбрать ребро. Можно еще быстрее? Да, я многое сейчас вам стараюсь объяснять. То есть я вам показываю по разным инструментам, чтобы все-таки количество вопросов уменьшить. То есть мы можем как пойти? То есть мы можем выбрать сейчас ребра, к примеру, да, по определенному маршруту. Можем поверх симметрии назначить редактируемый полигон. Выбрать ребра. Я сейчас, например, луп использую. То есть мы лупом выбираем в ребра. И их конвертируем в сплайн. Я сейчас выбираю инструмент под названием Create Shape. Нажимаю на табличку рядом с этим Create Shape и нажимаю ОК. Главное проверить, чтобы стояла галочка линейной. Так, сферу видно только снаружи, а с внутренней стороны как бы прозрачная. Ну, об этом давайте вопрос тогда. Да, вы мне напишите в ВКонтакте, например, я обязательно отвечу. Может быть у вас включена функция вот здесь. Если вы щелкните правой клавишей мышки Object Profit, здесь есть функция SeeFrow. То есть я если галочку эту ставлю, вы увидите, что у нас сейчас включается такое отображение. Может быть с этим связано. Горячая клавиша Alt-X. Я вам показывал уже сегодня эту горячую клавишу. То есть я сейчас нажал на эту функцию. У нас должен быть создан сплайн. Вот он. Я вам сейчас его продемонстрирую. Вот такой сплайн. Сейчас мы можем конвертировать его в редактируемый полигон. Правым щелчком мыши Convert to, Convert to, Edit to, Poly. И у нас получается... Сейчас посмотрим. Главное, чтобы этот сплайн был замкнут. Если этот сплайн замкнут, то мы ничего хорошего не получим. То есть вот здесь мы смотрим. Значит правильно. Можно из полигонов. Можно вообще из бокса. То есть в качестве способа. Но в данном случае мы сразу получаем вот такой вариант. Такой вот результат. При конвертации в редактируемый полигон, почему-то где-то у меня значит здесь есть разрывчик. Где-то есть разрывчик. То есть если не превращается в редактируемый полигон, значит есть разрыв. Где-то либо разрыв, либо, например, у нас слишком серьезно данные элементы разнятся по оси Z. Теперь я выровнял, конвертирую. То есть выровнял я с помощью масштабирования. Я выделил ребра на уровне ребер, на уровне сегментов и отмасштабировал. Тем самым я выровнял их расположение. То есть фактически аналог функции Make Planner. Теперь я выравниваю по центру. Пивот. И теперь просто-напросто можем чуть-чуть уменьшить, чтобы у нас не выходило ничего за пределы. В любом случае мы будем создавать, задавать толщину данному объекту. Ну и вот сюда его расположить, например. И здесь наоборот отмасштабировать. То есть у нас получилась та же самая яйцевидная форма. Вот здесь. А, нам сюда как раз нужно. То есть я сейчас отменю. И сюда вот располагаю. То есть яйцевидная форма. Я ее подкорректирую. То есть вы видите, что сейчас нужно чуть-чуть подкорректировать саму форму. Чтобы сейчас времени не тратить, я ее сделаю. И в следующий раз обязательно вам продемонстрирую, что необходимо еще доделать. Теперь, если мы хотим применить TurboSmooth, то нам необходимо обязательно проконнектить все вот эти точки. У меня горячая клавиша стоит на Connect. Shift-C. Я нажимаю на эту горячую клавишу. И вот таким вот образом все точки, находящиеся друг напротив друга, я коннектом объединяю. Теперь, после того, как я объединил эти точки, нам необходимо прорезать еще и вертикали. Я нажимаю на горячую клавишу Alt-C и включаю функцию Cut. И прорезаю вот таким вот образом линию. Вот что у меня получается. Можно опять же отрезать. То есть я создаю теперь половину объекта. Половину объекта отключаю Cut и удаляю вторую половину. Теперь я задаю утолщение с помощью модификатора Shell. У меня получается вот такая подушечка. Ее можно задать либо внаружу, либо внутрь. То есть вот такая подушка у меня получается. Единственное, что ее теперь поверх Shell необходимо задать редактируемый полигон и чуть-чуть отмасштабировать. Чуть-чуть мы масштабируем. Вот обычный инструмент масштабирования. У нас выходит следующий результат. Теперь применяем снова симметрию по оси Z. По оси Z. Здесь нам необходимо на уровне редактирования точек подвинуть вот эти точки для того, чтобы слитие произошло нормальным. И мы получаем вот такой результатик. На самом деле даже вот здесь количество полигонов большое. Можно было создать намного меньшим количеством полигонов. То есть чтобы у нас еще меньше было. Чтобы меньше компьютер загружался. Внутреннюю, внешнюю часть. Внешнюю часть мы как можем сделать? То есть мы можем просто-напросто нажать Ctrl V на клавиатуре. Скопировать именно с копией, не с инстансом данный элемент. И назначить на него опять же Shell. То есть мы получаем вот такую внешнюю часть. Здесь мы назначаем, например, толщину максимум, к примеру, 10-15. Чрезмерный Shell не позволит вам достигнуть хорошего результата. Ну и опять же применяем TurboSmooth. То есть у нас получается... Вот здесь мне форма, вот здесь мне вот эта не нравится форма. То есть ее нужно чуть-чуть будет доделать. Получить более нормальную форму. Выровнять просто-напросто сплайны. Ну и сюда тоже можно применить TurboSmooth. И на внутреннюю поверхность мы сразу с вами приблизительные материалы зададим. Использовать мы с вами будем и Vray, и Corona. То есть можно сейчас что сделать? Можно создать... Давайте короновские. То есть я всегда показывал Vray-вские материалы. Я сейчас сразу вам продемонстрирую короновские материалы. Так, Вадим. А по дизайну классно. По дизайну нужно дорабатывать опять же, по внешности чуть-чуть. То есть мы с вами сейчас корректируем материалы. То есть я создаю сейчас материалы. Можно создать Corona MTL. Задать у него диффузный цвет. У первого материала задаем диффуз. Например, темно-коричневый какой-то. Вот такой. У второго материала мы зададим посветлее. Соответственно, вот этот материал я назначаю сюда. Ему тоже нужно будет придать толщину. Естественно, этот материал, этот материал, второй материал создаю. Желательно называть материалы. Я опять же для экономии времени сейчас не буду называть материалы. Создаю более светлый материалчик. Но пока образный. То есть, естественно, мы будем с вами использовать именно текстуры. Но для того, чтобы сейчас разграничить совсем какой-то такой странноватый цвет, его мы точно не будем использовать. Но чтобы сейчас хотя бы примерно разграничить, можно даже сделать вот такое. Светлое и белое. Чтобы мы видели, где какой у нас материал имеется и как они пересекаются. И на вот этот внутренний. То есть, у нас, видите, снаружи сейчас светлый. Внутри у нас такой вот элемент. Давайте я задам еще толщину вот сюда. Перед Shell. Только Shell уже сделаю не Outer, не внешний Shell. Здесь я поставлю 0. А Inner я сделаю, например, 15-й. Ин сделаю внутренний Shell. То есть, мы получаем вот такой результат. Сюда мы тоже задаем TurboSmooth. И у нас получается вот такая заготовка для кресла. Далее нам необходимо... Корона у меня стоит в последней версии. Я сейчас вам точно скажу, какая у меня корона стоит. Какая корона здесь? Assign Renderer. Так, здесь нет. Где здесь информация о системе? Вот она информация о системе. 1.0.0.0.1. Эта версия доступна для нас 40 дней. То есть, вы можете скачать ее и использовать без ограничения. Здесь же мы теперь создаем цилиндр. Быстренько, да? То есть, мы создаем цилиндр для того, чтобы сымитировать нашу ножку. Вот таким вот способом. Как создать вот эти штуковины? Мы можем создать их в виде отдельных элементов. Мы можем создать в виде, опять же, редактируемого полигона. На max. Так, корона есть либо в альфа, либо она бесплатная. Да, это платная. Она на 40 дней платная. Вернее, бесплатная на 40 дней. А потом становится бесплатной. На 14-м max можно и эту версию ставить. То есть, у меня эта версия короны стоит и на 15-м max, и на 14-м max. Так, рассказать, как пользоваться редактором материала, который вы используете. Вся теория, вся теория в курсах. Извините, но я не смогу вам рассказать каждую кнопочку. Каждую кнопочку, каждую галочку мы рассматриваем на курсах более серьезных. Здесь у нас такие, более, больше, скажем, как я уже говорил, дружеские встречи. Мы обмениваемся с вами информацией. Так вот, что я сейчас делаю? Я в цилиндре. То есть, смотрите, у нас с вами 4 ножки. Соответственно, нам необходимо задать еще промежутки. Промежутки, то есть, нам необходимо всего 8 полигонов. Соответственно, с количества сторон у нашего цилиндра я задаю 8. Вот здесь количество сторон 8. Кроме того, теперь применяю модификатор Edit Poly. Удаляю верхние части. Вот эти верхние части я удаляю. Давайте теперь посмотрим, подкорректируем по диаметру. В принципе, диаметр нормальный. Про 16. Про 16 сегодня не будет, потому что его еще нет. Его еще никто и толком не видел. Есть только обзоры. Serpank. И вопросы, опять же, будем по возможности оставлять на потом. Договорились? Если сейчас все вопросы у нас будут, то мы потеряем с вами очень много времени. Теперь я, смотрите, что сделаю. То есть, я выбираю вот этот полигон. То есть, один полигон. Я не буду все их выбирать. Я выбираю один полигон и его экструдирую. Вот таким вот образом. Экструдирую сразу на определенную длину. Я расположусь сейчас пока что вот таким вот образом. Для того, чтобы максимально видеть, что у меня получается. И сейчас вот что я делаю. То есть, я переношу по оси X. И теперь выстраиваю. То есть, нам необходимо выстроить следующий, получить следующий результат. Нажимая на Alt-X, можно подровнять. То есть, мы можем опустить. В данном случае так. Можем здесь опустить. То есть, мы получаем вот такую форму. Естественно, эту форму необходимо. Мы на нее будем, естественно, применять TurboSmooth. Но прежде чем применять TurboSmooth, нам нужно ее расклонировать. Соответственно, я удаляю половинку. То есть, одну половинку. Определенную половинку. Кстати, давайте я вам по-другому сейчас вернусь назад. То есть, легче всего вам будет. Легче всего. То есть, чтобы сейчас не производить лишних телодвижений, нам желательно этот цилиндр с угловой привязкой развернуть еще на вот такой угол. В данном случае это сколько он мне показывает? 30 что ли градусов. То есть, я разворачиваю на 30 градусов. Теперь передо мной фронтальный полигон. Фронтальный полигон, который я могу легко экструдировать. Легко и просто экструдировать. Ну и, соответственно, на определенную ширину задействовать. Ну и теперь изменяю. То же самое делаю, что я сейчас и сделаю. Таким вот образом. Можно создать скос небольшой. Здесь отмасштабировать и так далее. То есть, мы получаем с вами вот такой результат. Далее мы используем какой инструмент? Как вы думаете? Конечно же, симметрия. Правильно? То есть, перевожу в изолированный режим данный объект. Удаляю у него лишнее. То есть, чуть-чуть все равно косо получилось, да? Я вот не понял. Вроде я развернул точно на определенный градус, а все равно чуть-чуть косовато получилось. Ну, может быть, я из-за того, что тороплюсь, из-за того, что тороплюсь, чуть-чуть сбивается. Но можно это все опять же отредактировать. Вот таким вот образом. Чуть-чуть косовато. То есть, я теперь удаляю лишний полигон. Я оставляю что? Я оставляю вот этот полигончик один, то есть, который у нас будет отвечать за промежуток, и полигоны, соответственно, ножки. Ну и произвожу, назначаю модификатор симметрии. То есть, я теперь назначаю модификатор симметрии, ставлю галочку Flip, активирую симметрию и разворачиваю на определенный градус. То есть, мы получаем с вами вот такой результат, да? То есть, снова применяю модификатор симметрии, опять же, его активирую и опять же разворачиваю на определенный градус. Так, вот. В данном случае вот так, да? Единственное, что у нас здесь почему-то промежуток. Что-то я... А, у нас два. Смотрите, вот здесь надо меньше симметрии. То есть, вот здесь вот угол симметрии нужно меньше. Все, я говорю, когда я тороплюсь, конечно же, получается не очень хорошо. То есть, мы вот здесь как раз состыковываем. То есть, у нас получается вот такой результат, да? То есть, мы можем даже состыковать вот только-только, да? То есть, когда у нас тык-тык-тык-тык-тык-тык. То есть, мы получаем вот такую ширину. Ну и вот эту симметрию мы тоже редактируем, получаем уже другой результатик. Здесь нам тоже нужно оставить промежуток. Так. Так, так, так. Так, я произведу сначала симметрию вот такую. Вот такую симметрию произведу. А потом уже все остальные типы симметрий мы с вами произведем на свет. Вот так. Так, да, и опять же назначить. То есть у нас три типа симметрии здесь получится. Три типа, три симметрии у нас с вами получается. Мы получаем вот такой результат. Опять же угол. То есть вот в этой симметрии нужно чуть угол подкорректировать. Вот. То есть мы получаем с вами вот такой результат. Да, то есть к этому объекту мы можем теперь, конечно же, применить TurboSmooth. Для того, чтобы не происходило таких вот нюансиков, да, нам необходимо что сделать? Нам необходимо закрепить. То есть мы закрепляем на уровне редактирования полигонов. Берем Shift-S вот здесь, да. То есть можем пока отключить Show End Result. И вот здесь Shift-S на уровне ребер. Либо Connect. Давайте я вам пока Connect продемонстрирую более известный способ. А почему бы не склонировать поворотом? Если мы клонируем поворотом, Alex, то мы тогда не получаем швов. Симметрии нам позволяет автоматически создать швы. То есть нам не нужно будет просто-напросто сливать потом вручную. То есть применять Weld, применять различные инструменты. Понимаете, мы уже час с вами работаем. Надо будет, конечно, над этим стулом получается много времени. Плюс еще с ответами на вопросы. Так вот, я сейчас произвожу Connect, закрепляю, двигаю этот Connect вот сюда, закрепляю данный угол. Кроме того, нам необходимо, давайте, с Shift-S как раз быстрее намного будет. Нажимаю Shift-S, горячую клавишу, закрепляю вот здесь. И закрепляю вот здесь. То есть у нас получается следующий с вами результат. Кроме того, нам желательно... Давайте посмотрим на референс, где нам еще желательно закрепить. Но я думаю, что сверху тоже будем закреплять. Вот здесь я закрепляю и вот здесь я закрепляю. В чем плюс, в чем огромный плюс данного инструмента в том, что мы можем нажать, например, на Ctrl-Alt и поперемещать уже созданное ребро. То есть мы, если даже создали его, мы можем, даже не переходя на уровень точек, поперемещать вот таким вот образом его. То есть если теперь я применяю Turbo Smooth, вы видите, что у нас получается все достаточно хорошее. Без каких-либо... Ну вот здесь вот единственное, нужно будет поработать с закруглением, с углом, потому что угол все равно не до конца А. Может быть еще из-за того, что я закрепил лишним. Да, вот здесь вот видите, закрепление лишнее создал. Соответственно, без этого закрепления мы получим нормальные результаты. Вот, сейчас лучше, вот круглые как раз более-менее результаты. То слишком много полигонов. Слишком много полигонов. Сейчас я отключу ребра для того, чтобы можно было увидеть без ребер модель. Вот здесь галочку снимаю и отключаю ребра кнопочкой F4. Вот такая пока. Пока такие грубые заготовки, то есть они, видите, угловатые. Нам необходимо, в любом случае, пока нет необходимости конвертировать в редактируемый полигон, потому что мы будем создавать развертку. Прежде чем создавать развертку, развертка вообще создается на низкополигональном. Ну, не совсем низкополигональном, но чтобы в модели не было огромного количества полигонов. Если у нас будет слишком много полигонов, то у нас возникнут затруднения с созданием разверток. Далее детализация. То есть необходимо будет вот эти штучки создать, необходимо шовчики будет создать и так далее. Теперь я думаю, что я сгруппирую данное креслице. Создадим с вами быстренько вот этот элемент. Я думаю, что его вы сами уже создали. Создали этот элемент или нет? То есть я что делаю? Я создаю сплайн. Вот такой сплайн, достаточно простой, с небольшим вот сюда заходом. Назначаю модификатор. И его таким вот образом изменяю. Здесь у нас какое количество? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, семь, четырнадцать. Примерно четырнадцать я задаю граней. Соответственно, вот здесь можно вот эту точечку подвинуть немного. Модификатор поняли, какой я использовал? Или объяснить? Мне недавно опять же присылали в ютубе транскрипцию этого слова. Но я опять же забыл ее. Для того, чтобы сделать вот таким угловатым, такой угловатой наша модель, мы переходим, применяем модификатор EditPoly. Мы выбираем полигончики. И на уровне полигончиков назначаем модификатор. Вернее, не модификатор, а переходим в свиток, который называется Smoothing Groups. И нажимаем Clear All. В итоге у нас получается, я сейчас опять же отключу, у нас получается вот такой результат. Сам провод мы можем создать с помощью стандартного сплайна, достаточно быстро и легко. вот таким вот образом. Задать ему, например, функции EnableAndRender, EnableInViewPort и произвести утолщение. То есть у нас получается следующий опять же результат. Вот это кресло я пока open. Тоже, чтобы у нас было видно все полигончики. То есть я оставляю, я не буду применять TurboSmooth. Для того, чтобы видеть, как и что у нас здесь играет. И вот сюда тоже. Вопросы какие-то сейчас возникают, дорогие друзья. Буквально 2 секунды вы можете задать вопросы, пока я группирую, разгруппировываю, создаю вот этот шкафчик. Ну и затем мы с вами перейдем к шторе. То есть штору, может быть, мы создадим с вами на следующем вебинаре. Как вы думаете? Потому что по Marvels я уже делал несколько уроков, бесплатных вебинаров проводил. И вы это все видели, как и что создается. Поэтому шторы, может быть, я создам саму форму штор. То есть вот без этой структуры. Подумайте пока, как вот эту структуру можно создать. И какие ваши предложения будут. Что можно использовать для того, чтобы быстренько создать шторку. Такую, да, именно с такой вот, с такой конфигурацией. Так, теперь я делаю, теперь я делаю шкафчик. Ну, букву, букву, давайте быстренько букву. Потому что у многих вопросов возникает, как создать текст вообще в 3D Max. То есть текст создается очень просто и легко. С помощью, с помощью примитива, сплайнового примитива под названием текст. Здесь мы просто-напросто ставим буковку B. И ее увеличиваем. И увеличиваем ее размер. То есть у нас можно здесь задать тип. То есть мы можем поставить не Arial, а Arial Black, например. Для того, чтобы получить больше похожую букву на то, что у нас есть теперь в интерьере. Ну и теперь применяем экструд. То есть у нас получается с помощью экструда вот такая штуковина. Буковка есть. То есть теперь, например, нам необходимо создать сам шкаф. Сам шкаф я создаю, естественно, из бокса. По приблизительным размерам. Вот таким, да. Можно его сразу конвертировать в редактируемый полигон. Можно назначить, опять же, на Alt-X и разрезать. То есть что нас сейчас интересует? Нас интересует приблизительная разрезка. Конвертирую в редактируемый полигон. Увеличиваю ширину. Создаю точно посередине коннектом дополнительное ребро. Здесь я тоже создаю ребро и чуть-чуть его двигаю выше. Вот в соответствии с нашими вот этими размерами. Здесь данные, данные я тоже чуть поджимаю, чтобы у нас получились вот такие пропорции. Норма, бампом, штором. Можно, да. То есть это как раз то, что нам, скорее всего, и нужно будет, Яков. Все правильно. Кстати, Яков, когда я от вас работу дождусь? Пошале. Как ваша база? Пока вы мне на глаза, да? Лично, можно сказать, нос к носу мы с вами встретились. Мы с вами должны еще базу интерактивную, помните, разработать. Или вы ушли от этой идеи для заказчика. Так вот, здесь мы что можем сделать? Да, естественно, я сразу вот эти вот элементы, элементы чуть-чуть создаю им INSET. То есть я ищу справа инструмент INSET. Еще раз повторяю, ребят, то есть достаточно все быстро, но, во-первых, будет запись. Во-вторых, мы просто не успеем, если я буду медленнее работать. Понимаете, то есть теперь я создал INSET, если я теперь произведу DETACH, то есть я нажимаю на клавишу DETACH, я отделяю данные полигоны от общей нашей конфигурации. COLLEGE будем в интерактиве делать, но это хорошо, что COLLEGE будете делать, это уже хорошо. Я DETACH сейчас DETACH, выравниваю P вот по середине, нажимаю на ALT X. Если помедленнее, давайте лучше, если хотите, я буду меньше материала давать, но медленнее. Если хотите, то есть мы с вами не будем торопиться, то есть у нас есть 4 вебинара, у нас следующий четверг с вами вебинар, потом там майские праздники, то есть, скорее всего, у нас вебинаров не будет, и после майских праздников у нас тоже еще 2 или 3 вебинара. Поэтому, если хотите, я буду информацию медленнее давать, то есть покажу более конкретно некоторые нюансы по креслу, то есть если форма непонятно как создается, пока она такая чуть-чуть кривоватая получилась, но я думаю, что принцип основной понятен. Штору медленнее или не медленнее, что вы имеете в виду. Так, вот сейчас я что делаю? Теперь я детечиваю, то есть я детечиваю отдельно каждую вот эту спинку, и чем можно создать? То есть видите, чуть-чуть изогнуты данные элементы, да, мы очень легко и просто, мы можем к ним назначить, естественно, shell, то есть мы создаем для них утолщение небольшое, ну можно 15 в принципе оставить, да, сюда тоже мы назначаем shell, вот чуть-чуть отступ задаем и разбиваем, то есть нам необходимо разбить данные элементы на полигоны. Назначаю модификатор edit poly, задаю определенное количество полигонов, в принципе, сколько нам будет достаточно, ну я думаю, что такого количества будет достаточно, 6. Сюда задаю больше чуть-чуть количества полигонов, edit poly, edit poly задаю больше чуть-чуть количества полигонов, в connect, там, выбирайте либо штору, либо мы сейчас создадим еще окна и отрендерим в короне, я вам покажу, как отрендерить корону, всегда в этой жизни надо делать выбор, да, так вот, и применяю модификатор band, то есть сюда применяю модификатор band, загибаю на определенный угол, вот таким вот образом, так, где у нас тут угол, и естественно, нам необходимо band чуть-чуть изменить направление, то есть вот я меняю направление, разворачиваю на 90 градусов, на 90 градусов, выходим из изолированного режима и смотрим, что у нас получается, да, нам необходимо в другую сторону, соответственно, я с минусом задаю то же самое значение, но с минусом задаю. Коронить рендер штору на следующем, штору, 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 штору вы можете посмотреть в уроке, в вебинарах, то есть вы можете зайти на сайт, смотрите, я вам сейчас буквально 2 секунды покажу, зайти на сайт, почему я взял лофт, кстати, лофт, потому что у меня сейчас готовится очень серьезный курс, большой курс, уже я записал более 20 уроков по этому курсу, и там очень медленно я все создаю, со всеми принципами, со всеми нюансами, то есть этот лофт, он такой, что-то типа интеграции, шале и лофта, там создаются именно современные, современная мебель, современные материалы, и потом это все будет загнано в Unreal Engine. То есть если вы хотите, например, опять же, все это с нуля посмотреть, да, моделинг, то можете рассчитывать на тот курс, к примеру. Так, теперь мне необходимо отмасштабировать немного, да, и вот таким вот образом подвинуть бенд. И сейчас я обещал показать, да, то есть я хотел показать вам на сайте, то есть вы заходите на сайт, здесь выбираете видеоматериалы, выбираете записи вебинаров, вкладочка есть целая, записи вебинаров, и в этой записи вебинаров вы находите Unreal Engine, то есть прошлый вебинар, да, 2 недели назад, который у нас состоялся, записи вебинаров по моделированию и визуализации вот этого замечательного интерьерчика, да, помните, мы тоже такой же лофтовый, но совсем состаренный лофт делали вместе со старенными материалами, здесь у нас 4 вебинара, представляете, и хорошие результаты мы получили, да, то есть вы видели результатики студентов, при том очень много этих результатов было. Вы можете посмотреть как раз как создается штора, то есть здесь мы для этого интерьера создавали штору, по-моему, в третьем вебинаре, да, вот, да, Marvelous Designer 3D Max, то есть в третьем вебинаре мы работали в Marvelous, я демонстрировал основные принципы, вы можете посмотреть именно там, да, чтобы нам сейчас не тратить времени. Можно сплайном, можно экструдом, да, но тогда мы получим, если мы опять же будем экструдировать сплайн, то мы не сможем корректно потом закруглить, а закруглять фактически нужно любую мебель, то есть вы, если посмотрите на референции, то даже вот возьмете, да, вот мебель, которая рядом с вами стоит, уголки все равно чуть-чуть закруглены, и к большинству, к большей части мебели применяется TurboSmooth. Здесь, естественно, я задам меньшее значение, меньшее значение изгиба, скопирую бенд, копирую бенд и вставляю, вот, теперь перемещаю, то есть бенд я перемещаю вот таким вот образом и его чуть-чуть масштабирую, то есть у нас получается вот такой элемент, такой шкафчик. Ну, естественно, опять же, основная форма. Здесь мы удаляем половину, да, то есть половину данного, как его назвать, серванта, да, серванта и можем отражать, да, то есть мы теперь можем, здесь тоже удаляем, и мы можем, можем здесь без симметрии, то есть я что делаю, я сейчас обычный, вот здесь, кстати, не заблокировал, к сожалению, не заблокировал данный фон, но ничего страшного, я теперь группирую и отражаю по оси X с инстансом, да, то есть с инстансом я отражаю по оси X, по оси X, X, OK, то есть у нас получается следующий результат. Здесь, естественно, нужно будет нарастить чуть-чуть шкафчик для того, чтобы у нас не было дырочки, да, вот здесь мы можем это даже сделать, в принципе, group open. Сейчас, за счет того, что мы скопировали все в инстансе, у нас тот элемент тоже будет изменяться, вот, что мы получили, получаем, да, то есть получаем вот такой шкафчик, такой вот сервант. Так, корона, не прочее, комодик, комодик, ну, наверное, даже больше сервантик, да, какой-то такой симпатичный. Ну что, к короне приступаем, да, сейчас основное у нас все создано, то есть элементы, над остальными элементами мы поработаем, я вам покажу, как и что поработать, то есть мы доработаем с вами там штору и так далее, да. Я вам покажу тоже, опять же, основы, с основными материалами короновскими мы будем работать на следующем занятии, то есть когда у нас интерьер будет доработан, да, чуть-чуть я доправлю форму кресла, доправлю, доправлю, доправлю форму стальных элементов, да, кстати, у меня сгруппировалось вместе с фоном, гроб, гроб, данную тоже группирую, лампу, гроб, гроб, то есть мы сейчас готовим, здесь комод, окей, ставим на комод, ставим на комод, получили, да, то есть вот что мы получили, вазу, давайте для видимости еще быстренько разработаем вазу и прорежем, прорежем, так, прорежем окна и потом отрендерим, быстренько отрендерим в короне, то есть буквально 2 секунды на этот элемент, его, соответственно, с помощью этого инструмента создаем, то есть вы видите, все очень быстро, то есть если вы владеете средствами, главное, владеете философией моделирования, представляете, как и что создается, да, с помощью каких инструментов, все это делается достаточно быстро, любой объект, то есть если вам нужен объект достаточно сложный, например, как вот это кресло, да, можно его очень быстро смоделировать, смоделировать, зная основные принципы моделинга, ну и выравнивать, То есть, еще, например, я потрачу минут 20 на то, чтобы выровнять вот эти все края. Шовчики. Шовчики я вам, если захотите, тоже продемонстрирую. Короны в Vray я и то, и то использую. У короны есть тоже так же, как и в принципе 3D Max или Maya. Вообще, я вам так скажу, концепция рендера и рендер-движков. Вот таких рендер-движков, они вообще устаревают. То есть, в принципе, они уходят. То есть, посмотрите, опять же, вебинар, запись вебинара. Я сейчас только что показывал. Прошлый вебинар, 2 недели назад, который у нас проходил. Я демонстрировал возможности короны, возможности Vray, возможности Unreal Engine. Если кому-то нужно будет, я сейчас вам пришлю ссылку в чат ВКонтакте. Вы мне напишите ВКонтакте, если вы вдруг не найдете этот вебинар. Я вам отправлю ссылку на этот вебинар, и вы обязательно посмотрите его. Там я как раз в этом вебинаре сравниваю. Сравниваю корону, Vray и так далее. Ну и плюс еще мы там тоже по моделированию говорим, где есть, что лучше делать и так далее. Для изучения мировых различных тенденций, я думаю, что вполне будет достаточно. Так, теперь я что делаю? Опять же, я выбираю вот эти элементы, их группирую. Ножки. Я думаю, что вы меня простите, ножки. То есть, ножки создаются буквально за 2 секунды. Сейчас просто времени не хочется на них совсем тратить. Кроме того, вы видите, у нас состаренный материал. Мы этот состаренный материал тоже будем создавать с вами на следующих вебинарах. Записи вебинаров я надеюсь, что буду высылать. Я думаю, что буду высылать, потому что без них вы не сможете выполнить домашнее задание, но, соответственно, поучаствовать в конкурсе. Так, теперь я назначаю короновские материалы. Давайте белый материал, так как я создал уже белый материал, я назначаю сюда, сюда и сюда. Я тоже назначу пока абсолютный белый материал, чтобы у нас наш интерьер был более-менее такой равномерный. Теперь на сам интерьер тоже я назначаю этот материал, белый материал. В короне нет понятия диффуза как такового. То есть, вернее, оно есть, но диффуз понятие, опять же, устаревает. Сейчас произошла интеграция короны, Vray, Arnold и других движков вместе с движками, которые были встроены в игровые различные системы. И получилась большая концепция физически корректного рендера, PBR, Physical Based Renderer. То есть, соответственно, с этой концепцией мы можем вообще не настраивать рендер. То есть, мы можем не заходить вот сюда, Render Setup, здесь ничего не делать, не изменять какие-то параметры. То есть, мы просто открываем Unreal Engine, создаем развертки, создаем шейдера. То есть, шейдера создаются достаточно серьезно, долго. И, например, в шале, в альпийском шале, то есть, созданию материалов я уделяю порядка 5-6 занятий вместе с шейдерами, вместе с различными развертками, вместе с работой в Photoshop. По Photoshop вообще отдельный вебинар с использованием плагинов Endoo, с использованием плагинов CrazyBump и так далее. Для того, чтобы создавать различные текстурные карты, для того, чтобы отрендерить. То есть, сейчас все делается в режиме реального времени. Понимаете? Корона быстрее в Рея. Надо вам показать, было тесты. Недавние тесты мне присылал один из студентов. Тесты по сравнению многих рендеров. Там и был Arnold, и Корона в Рея. Корона – это самый медленный рендер вообще по тестам. Там много было нюансов, много было рендеров, которые демонстрировались в вебинар по Photoshop в альпийском шале. Тот же самый вебинар, например, будет в летней школе. Кстати, летняя школа будет. Будет летняя школа по визуализации. Сейчас я пока начну окно создавать. Смотрите, окно у нас достаточно простое. Я создам обычные дырки. Летняя школа по визуализации. То есть, коннектом. Коннектом, создаю все коннектом. То есть, разрезаю. Летняя школа по визуализации. То есть, я планирую набрать 10-15 человек, с которыми мы будем работать над очень интересными проектами в стиле лофта. Я вам сейчас буквально 2 секунды даже проект отчасти продемонстрирую. Вот этот проект. То есть, это один из известнейших лофтов полностью. То есть, я уже записал по нему более 20 уроков видео. То есть, здесь будет и видеокурс, и онлайн-вебинары. То есть, для того, чтобы максимально освоить визуализацию. То есть, здесь будет и корона, здесь будет и VRA, здесь будет и Unreal Engine. И очень все подробно. То есть, основная цель создания интерактивного вот этого интерьера. Но это ладно. Это так. Отступление небольшое. Сейчас я создаю коннект. Создаю коннект. Двигаю сюда приблизительно. То есть, вы видите, что окно здесь вовсю ширину. То же самое я делаю сверху. Быстренько коннектом. Окей. То есть, у меня получается следующий результат. Теперь в окне проекции Top мы опять же создаем. Я сейчас не буду мучиться долго. Я создам чемфером. Достаточно вот такое серьезное окно. Теперь я просто-напросто вот что делаю. То есть, вырезаю. И ставлю в интерьер. Демонстрация идет. Да, в режиме реального времени за счет видеокарты. А я думал, что демонстрации нет. Чат вижу. Никиту вижу. Белое поле. Белого поля нет. Я сейчас демонстрирую кран. Да, демонстрация идет. У всех идет демонстрация. У нас уже смоделировано. Фактически смоделировано кресло. Смоделированы элементы интерьера. Вы видите. И самая главная наша задача. Это все оптимизировать. Оптимизировать для Unreal. Давайте посмотрим на Reference. Reference. Видите, что достаточно серьезное по размерам. Я думаю, что приблизительно я даже угадал с масштабом данного кресла. Данный элемент мы переносим сюда. Разворачиваем на 90 градусов с угловой привязкой. Выстраиваем. То есть, вот что нам необходимо выстроить. Выстраиваем. Здесь мы вешаем нашу замечательную люстру. И ставим камеру. Сам интерьер мы можем сделать намного больше. Пока что. Вот таким вот образом отмасштабировать. Чем больше у нас света будет, тем лучше. Пока. Можем окно чуть-чуть поменьше сделать. Но это опять же не принципиально. Можно воспользоваться Match Perspective инструментом. Но в данном случае очень мало привязок. То есть, у нас здесь мало линий, к которым можно привязаться. Но можно. Теперь я создаю. Можно использовать стандартную камеру, а можно использовать V-Ray камеру. Потому что у короны нет своей камеры. То есть, вообще используется стандартная камера. Потому что мало кого найдется, у кого стоит и V-Ray корона. Но вообще на самом деле много. То есть, из всех моих знакомых стоит и V-Ray корона. Поэтому в большинстве случаев просто-напросто используется V-Ray камера, потому что у нее больше настройок. То есть, у нее очень много настройок, связанных именно с фотографическими данными. Выдержка, диафрагма, светочувствительность и так далее. То есть, про камеру у меня целая схема есть по ее настройкам. Так вот. Давайте создам обычную камеру сейчас. Обычную камеру. Вот таким вот образом сейчас перейду в нее. Нажав на горячую клавишу Alt-C. Теперь изменяю конфигурацию Viewport. Нажимаю на горячую клавишу Shift-F, для того, чтобы у меня продемонстрировалось вот в таком вертикальном режиме. И настраиваю вертикальную композицию. То есть, захожу в Render Setup, настраиваю именно замочек, отжимаю. И теперь мне необходимо настроить именно вот эту композицию. То есть, я чуть-чуть приближаюсь. То есть, у нас получится сейчас пока квадратное, потому что у нас элементов не очень много. То есть, мы получим с вами вот такую композицию. Приближаемся. Давайте чуть вертикальнее сделаем, потому что она у нас не очень вертикальная. Теперь делаем поболее вертикальной. Вот такой. То есть, с обычной камерой. Приходят постоянно вопросы, как у обычной камеры, у стандартной камеры выровнять перспективу. То есть, что мы должны сделать? Мы должны выбрать камеру. То есть, мы должны выбрать камеру. Я нажимаю на H на клавиатуре, выбираю камеру, нажимаю правую клавишу мышки. И здесь есть функция, которая называется Apply Camera Correction. Применить коррекцию камеры. Вот такую композицию мы с вами сейчас получаем. Достаточно простая. Смотрим на то, что нам необходимо получить. Сюда придвигаем. Двигаем лампочку вот сюда, например. Можно ее по оси подвигать. По этой. Вот что мы получили. То есть, фактически композиция готова. Не хватает только шторки. Но шторку, опять же, мы создадим с вами. Вы посмотрите вебинары. Вебинары я проводил. Об этом я уже говорил. Да? Композиция у нас фактически готова. Единственное, нужно будет доработать чуть креслица. И в следующий раз я буду ждать, естественно, домашнюю работу. Ну, кому будет интересно, я буду ждать ваши письма. Вопросы такие. Будем мы моделировать, например, обезьяну? Обезьяну мы можем смоделировать и потом обработать ее, например, в мудбоксе. Будем ли мы моделировать вот эти штучки именно в режиме онлайн? Либо мне можно смоделировать это все самому? Если мне можно это смоделировать самому, я тогда смоделирую, помещу в интерьер, и мы будем с вами работать уже с развертками, например. Будем работать. То есть, в следующий раз мы поработаем вот с этой структурой. Здесь интересно. Мы сегодня не успеем с этой структурой поработать, то есть, смоделировать. Я вам покажу, как можно сделать будет с помощью текстур, с помощью моделирования. Но с помощью моделирования, я думаю, что это будет не очень правильно, потому что мы получим огромное количество полигонов. и даже из одной шторы у нас просто-напросто движок может зависнуть. Развертки и текстуры шторы. Про развертку шторы, это, конечно, вы, наверное, загнули слишком. То есть, Marvel Designer автоматически генерирует координаты. Так вот, что я сейчас делаю? Я получил композицию. То есть, у меня получилась камера. Мне теперь осталось что зайти? Я даже никаких источников света не буду создавать. Я создам только в окне. Вот смотрите, зря я удалил вот здесь полигон. То есть, я сейчас выберу вот этот элемент, создам кэп и создам вот такую плоскость. То есть, я его сейчас отдетечу. У нас получается плоскость. Это будет портал. Это будет портал, который мы будем использовать в короне. Кроме того, мне желательно создать все-таки потолок. То есть, я выделяю, опять же, нижние полигоны. Их перемещаю с шифтом. У меня происходит копирование. То есть, здесь я выбираю Cloned Object. У меня получается потолок. Желательно, конечно же, назначить хотя бы небольшую толщину пока что. То есть, я назначаю... Так, где у нас тут окно? То есть, вот этому окну я назначу Alt-X для того, чтобы оно стало прозрачным. И толщину назначаю с помощью шелла. Хотя бы небольшую. То есть, 20, например, миллиметров я назначу на стены. Пока нам особого значения не имеет. Но, в общем, для того, чтобы получить максимально корректный результат. То есть, теперь я что делаю? Для вот этого плейна нам необходимо создать короновский материал под названием Портал. Вот он очень просто называется. Корона Портал MTL. Все. Вы видите, что в сравнении с Короной Врей выглядит намного более массивным. У него огромное количество материалов, огромное количество возможностей. У Короны возможностей, ну, поменьше. То есть, меньше разных фишек. Но у Короны тоже очень много плюсов. То есть, я не буду говорить, что Корона это плохо. Либо Врей это плохо. И Корона, и Врей это хорошо. И надо владеть всеми этими знаниями, если вы собираетесь работать профессионально в области визуализации. Если вы хотите с заказчиком общаться на уровне не таком, что он вам скажет. Вы пошли, а я подумаю, и вы две недели думаете, решаете. Делать вам или не делать, потому что вы не знаете, сможете вы это сделать или не сможете. Вы должны сразу заказчику называть сроки и цену. То есть, тогда он сразу понимает, что он работает с профессионалом. Кроме того, портфолио и так далее. Развертка. Референс взять на сайте. Я вам продемонстрирую. Все вопросы я расскажу. Отвечу на в конце вебинара и покажу, что можно взять на сайте. То есть, все референсы можно взять обязательно на сайте. То есть, я применяю просто-напросто к этому элементу Корона портал. Можно пока опять же AltX сделать его полупрозрачным. Теперь захожу в камеру, выбираю рендеринг, рендер сетап. И в Короне всего лишь одна настройка. У меня, по-моему, она стоит по умолчанию. Захожу в Synth. И в Короне выбираю галочку Use Corona. То есть, использовать короновский свет. Даже HDR сейчас не буду загружать. Ничего не буду абсолютно загружать. Здесь мы можем, кстати, в Короне указать количество времени. Вообще, концепция у короны, концепция рендера у короны, она немного другая. То есть, сравнивать в Ray и корону, ну, очень сложно. По результату. То есть, результаты там и там может быть красивые. По скорости тоже очень сложно говорить. То есть, в Ray часто оказывается более быстрым, например, в рендере анимации, чем корона. И так далее. То есть, есть свои плюсы и свои минусы. Так, и теперь просто-напросто, что я делаю? Я жму, в принципе, на рендер. Нам больше, наверное, ничего не остается. Единственное, может быть, я задам не совсем белый, вот короновский. Да, я чуть-чуть изменю альбедо. То есть, такое понятие, вот такой какой-нибудь грязноватый цвет задам. Для того, чтобы мы увидели сейчас сразу с вами результат. Но, вроде, я ничего не забыл. Надо еще сохраниться, для того, чтобы у нас сохранилось все. И по рендерингу. То есть, у нас открывается вьюпорт рендера короновского. В чем фишка? Самая главная фишка короны в том, что мы можем производить коррекцию. То же самое мы можем в третьем Vray, на самом деле. Корона позаимствовала очень многие технологии из Vray, из Unreal в том числе. Здесь мы можем, например, зайти в Tools, зайти в Color Mapping и изменить экспозицию. То есть, если у меня, например, слишком темный интерьер получается, я могу в режиме реального времени Color Mapping изменить. В Vray в предыдущих версиях, например, в 2, там 1.5, 2 версии, там такого не было. Сейчас в третьей версии такое уже есть. То есть, мы с вами получаем вот такой результат. Мы можем настроить здесь контрастность. Можем сделать, например, потеплее. Наоборот, похолоднее, например, наш интерьер. Но мы фактически по умолчанию, поставив одну всего лишь галочку, получаем уже вот такой интерьер в короне. Мы в Vray с вами тоже такое делали. То есть, мы назначали там HDRi и получали даже, может быть, еще и более красивый результат в какой-то степени. Если вы хотите, например, какой-то фон за окном получить, то это тоже можно сделать легко и просто. Очень легко и просто. Поместив HDRi, поместив Dugu, например, с карты и так далее. То есть, мы можем сделать все, что угодно. Но вы видите, что рендер короны осуществляется поэтапно. Можно так сказать. То есть, корона, на самом деле, может рендерить бесконечно. То есть, мы можем оставить на ночь, на две ночи, на два дня рендер короны. И она будет постоянно улучшать, улучшать, улучшать наш рендер. Настроек фактически здесь очень мало. То есть, настроек непрямого освещения, настроек каких-то параметров, контрастности. Именно на уровне вторичного освещения здесь фактически нет. То есть, они минимальны. Да, то есть, время и пассы мы можем выставить настройка короны. Я сейчас показывал, где это находится. Это там же находится рядом с включением освещения, короновского освещения. То есть, мы получили с вами форму кресла, смоделировали кресло, получили форму шкафчика, получили лампу, букву и даже вазочку. И мы уместились с вами... Сколько мы с вами сейчас? Мы уместились с вами в полтора часа. Жду сейчас вопросы. Жду ваши вопросы. Жду ваши вопросы. Пока рендер идет, вы видите, что улучшается, улучшается, улучшается. Обезьянка интересная. Но пишите, пишите, рассмотрим моделирование обезьянки. Где взять этот референс? По поводу референции. Пока рендер идет, я сейчас с монитора перенесу чат. Вот он я снова здесь. Если вы заходите на сайт, вот здесь есть, опять же, онлайн-тренинги. И переходите в бесплатный по Unreal. Ну, можно в этот, да, то есть, в следующий вебинар. И здесь есть... Не, можно в предыдущий, да? То есть, можно фотоальбом, по-моему, да? То есть, я фотоальбом не помню, поместил или нет. Да, вот он, фотоальбом. Переходите в фотогалерею. Здесь есть референции, которые связаны с нашими вебинарами. Кроме того, я отсылал ссылки на сайты, откуда все эти референции я взял. То есть, вы можете легко и просто по этим ссылкам пройти и взять очень качественные картинки. Даже более качественные, чем размещены у меня здесь. То есть, даже вот эту ткань я нашел. Вы видите, да? То есть, из этой ткани мы легко и просто сможем сделать текстуру для того, чтобы воспроизвести красивую, красивую, объемную штору. Но об этом на следующем вебинаре мы будем с вами рассматривать моделинг с помощью текстуринга. Очень многое мы с вами будем... Я жду ваши вопросы и жду ваши работы. Если не будет вопросов и не будет работ, то смысла нам продолжать не будет. Так, сейчас почитаю вопросы. Про то, чем заниматься на следующем занятии, разверткой, что ли, согласен, бессмысленно. Да, 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 да. Вот я только что рассказал про то, чем мы будем заниматься на следующем вебинаре. Лишних не бывает, знаний лишних. Можно выставить время и пассы. Можно. Я напутал. Не о вид, не примитив. А сплайн яйцо. Эк. Ну вот. А вы меня запутали, Сергей, вначале. С этим немного примитивом. Расскажите про конкурс. Про конкурс сейчас расскажу. Кстати, вот ее можно дисплейсом. Дисплейсом, но очень долго. Дисплейс как таковой в движках, в игровых пока отсутствует. Это опять же концепция, это опять же философия игровых движков. Мы ее проходим на всех моих курсах. Скажите, пожалуйста, что научку следсообразно изучать ZBrush и то, и то. Какая из них принципиальная разница? Разницу я вам продемонстрирую. То есть я на следующих вебинарах покажу. Я хочу показать вам разницу. То есть открыть ZBrush и мудбокс и продемонстрировать вам, в чем отличие ZBrush и мудбокса. В чем плюсы мудбокса, в чем плюсы ZBrush. В чем минусы мудбокса, соответственно, в чем минусы ZBrush. Вот. По поводу конкурса. Развертку кресла тоже будем создавать, да. Развертку для кресла создадим. Поэтому я именно для этого сейчас не применял TurboSmooth, потому что мы развертку будем создавать. Можно о шейдинге в Unreal. Насколько сложна их настройка. Но если вы владеете, то есть мои студенты, которые проходят мои курсы, они очень просто-легко переходят в Unreal. Но не просто-легко, да. Нужно доучить концепции. То есть я для этого устраиваю дополнительные вебинары. Я для этого как раз своим студентам по шале, которые проходили шале, я уроки по Unreal Engine из нового курса, я буду, скорее всего, отправлять, чтобы они доучили, например. Но они без каких-либо проблем переходят, потому что концепция шейдинга, концепция оптимизации моделей. Мы все это проходим в шале. То есть мы создаем развертки, мы создаем много чего. Я шале хочу немного преобразовать. То есть сама концепция шале мне немного поднадоела, если так честно сказать. Вот, и поэтому концепцию шале я меняю на концепцию лофта. То есть вот сейчас я вам одним из первых, вот, кстати, какой рендер получается, вы видите, что он чуть-чуть шумноватый. В этом минус, то есть с помощью Vray мы получили бы быстрее результат. То есть концепция, вы одни из первых увидели вот эту концепцию лофта. Здесь соединяются как раз и лофтовые элементы, и шалейные элементы. Вот вы видите кресло, например, шалейное. Оно у меня уже смоделировано. Ну, вот, и вот такие классические формы, да, то есть здесь объединяются очень много. Ну, лофт это вообще, да, сплошная эклектика, которая позволит овладеть моделингом, текстурингом, вообще, да всем-всем-всем абсолютно на хорошем уровне, необходимом для работы, для профессиональной работы. Так, развертка, ну, можно шейдинге, он длил. Так, девайдить, не весь объект, а часть его. Если вы импортируете, например, в мудбокс объекты не целиком, например, не этеченные, да, фактически, тогда можно. То есть там даже в слоях появляется, в мудбоксе есть слои справа, то есть у нас отображаются все слои. Слои справа мы можем тот или иной объект отключить, изолировать его, например, и поработать с ним отдельно. И пораскрашивать его отдельно, и полепить его отдельно, все что угодно. Мудбокс проще в плане интерфейса, то есть в мудбоксе можно пересесть за 1-2 дня, буквально. То есть, если вы, опять же, владеете 3D Max, если вы владеете информацией, общей философией работы в 3D, то на мудбокс можно просто пересесть. С ZBrush немного посложнее. Но ZBrush интереснее в плане построения более сложных форм, интеграции различных элементов. Там есть такое понятие, как DinaMesh. То есть там за счет этого Dina, за счет этой Diny, да, мы можем создавать очень красиво... Я, кстати, у себя на стене разместил, разместил, с группы очень хорошей взял 3D, нашел урок классный по созданию дракона. Дракон, беседки, беседки с драконами. Там как раз идет работа, очень серьезная работа с DinaMesh. Очень классная работа. То есть, такое в мудбоксе сделать будет сложнее. Я бы даже сказал, невозможно. Потому что там формы, новые формы, они очень сложно сочетаются. Касательно Vray и короны, по какому принципу вы выбор делаете в пользу одного из них? Ну, встаю утром. Какое у меня ухо чешется, правое или левое, да? Или какой у меня глаз первый открывается, я решаю. Если правое открывается первым, я работаю в Vray. Если у меня первым открывается левый глаз, я работаю, соответственно, в Vray. По-другому, по-другому, но никак. Ну, смотрите, вот мы рендерим, рендерим уже сколько времени? Да, я говорю, уже 21 пас прошло. У нас получается чуть-чуть шумноватый результат. То есть, здесь корона нам дает возможности хорошие, но корона все равно дольше. То есть, она является одним из сейчас самых долгих рендеров, понимаете? То есть, Vray нам позволит сделать данную картинку быстрее, с определенной оптимизацией. То есть, если вы, опять же, владеете знаниями по Vray и знаете, как включать непрямое освещение, что такое LightCash, BruteForce, IrradianceMap, но там больше настроек. То есть, здесь настроек фактически, это корона, я называю рендер для ленивых. То есть, если вы не хотите заморачиваться с настройками, если вы не хотите изучать подробно галочки, изучать физику отчасти света, физику света, физику вообще создания визуализации, то да, то корона, почему бы нет. Но корону я даю, то есть, корону я, опять же, в шале даю, но как уже вторичный рендер. То есть, сначала мы в Vray проходим, проходим полностью шейдинг в Vray, полностью настройки в Vray, лайтинг в Vray, а потом уже очень легко и просто, буквально за один вебинар студенты пересаживаются на корону, если хотят. Запись будет, надеюсь, но, опять же, техника, надеюсь, что ничего не глюкнет, и запись я сохраню. Вот. Какие вопросы еще, друзья? Если вопросов нет, то мы будем с вами заканчивать на следующем вебинаре. На следующем вебинаре мы с вами продолжим, работаем над этой композицией. И я буду ждать ваше домашнее задание. Про конкурс. По поводу конкурса. Вы выбираете каждую свою композицию. То есть, у нас будет в ВКонтакте небольшой пост. Пост по участию. То есть, например, пост по тому, что я участвую, например, в конкурсе таком-то. К примеру, вы пост этот перекидываете, или как это, репостите. Соответственно, выбираете свой референс. И в этом посте вы вставляете именно его. То есть, и вы репост делаете именно со своим референсом. То есть, для того, чтобы я видел, с каким вы будете работать референсом. И чтобы другие видели, да, и видели этапы. Если вы боитесь, например, своей работы размещать в общественный доступ, то этот конкурс не для вас. То есть, мы должны с вами обучение сделать общедоступным. Можно мой. Можно мой. Но нежелательно. Я сразу, я в начале даже сегодняшнего вебинара сказал, что данная композиция нежелательна, потому что ее сделают многие. Unreal будет в третьем, в четвертом. То есть, мы с вами. Может быть, даже на следующем вебинаре я покажу некоторые концепции. Unreal я немного показывал на прошлом вебинаре две недели назад. Maya не будет. То есть, в Maya я не работаю. Зачем Maya? Maya это аналог. Можно сказать, да? Да что ж такое. Кто-то мне зазвонился. Вот вы можете уже начинать. То есть, как только вебинар заканчивается, заканчивается и конкурс. Соответственно, начинается курс в качестве основного приза. Участие, либо пока мы не подумали. То есть, там за первый, за первый, ну, такой был, помните, конкурс по часам с кукушкой. То есть, если, например, человек занимает первое место, то он допускается к участию в первой части нового курса. Нового, при том, не альпийское шале уже будет, а он будет, скорее всего, называться Unreal Loft. То есть, то, что я вам сейчас демонстрировал в референции, мы будем создавать кучу всяких элементов. Валерий участвовал, да, и Валерий уже проходил бесплатно, бесплатно альпийское шале. Да, Валерий? Вот, если, если, и плюс еще, может быть, какие-то призы такие материальные мы придумаем, но я считаю, что самые лучшие призы это знания, да. Так вот, то есть, участие в первой части, там, если второе место человек занимает, вернее, если выигрывает, то, например, там, в двух частях, если второе место, то в одной части и так далее. То есть, такие подобные призы, это все мы опишем. То есть, я сделаю страничку с описанием конкурса. Но я думаю, что это в ваших интересах, да, просто-напросто практиковаться и реализовывать те знания, которые вы получаете на данных вебинарах. Просто, если вы посмотрите, что такое развертка, ну да, развертка, и все, да, и забудете завтра. Если вы попробуете, вы запомните надолго. Так, модели или похожие, как на фото. Нужно сделать композицию. То есть, вы выбираете композицию. На самом деле, композиции очень много. То есть, вот, например, у меня, опять же, когда я искал свой лофт, я отобрал очень много различных композиций. Я вам сейчас даже могу продемонстрировать лофт. То есть, у меня здесь куча всяких лофтов существует. Вы можете, например, Pinterest использовать, сайт для подбора композиций. То есть, вы можете взять вот такую. Но это уже не композиция, это уже интерьер. Вы потратите очень много времени на данную работу. То есть, вы можете взять вот такую композицию, к примеру, да. То есть, вы можете взять вот такую композицию. Но желательно, чтобы эта композиция согласовывалась с нашим. То есть, приблизительно были похожи малые интерьерные формы, они были похожи на то, что мы с вами делаем здесь, в вебинарах. Иначе вам будет просто-напросто сложно. Если кто-то, вот, например, очень красивая композиция, при том можно взять только вот эту часть, вот эту часть взять и ее проработать, например. Если вы обладаете малой практикой, я вам советую взять все-таки вот эту композицию, вот этот референс, пожалуйста. Берите, я не буду запрещать. То есть, я сейчас, в принципе, по ходу думаю, размышляю, что если вы возьмете другой, например, референс, то у вас будут проблемы с моделированием тех или иных частей. Поэтому вы можете взять, например, вот эту композицию и с ней работать. И опять же, оцениваться будет реалистичность, оцениваться будет проработанность моделей, оцениваться будет композиция, насколько она похожа и так далее. То есть, мы это все будем с вами оценивать в ВКонтакте, потом устроим голосование. Плюс еще у меня есть свое жюри, в том числе и я. И мое мнение достаточно серьезное значение имеет. Ну и по итогам конкурса мы отберем лучшие с вами работы. В виртуальных турах. Учите такому эффекту в виртуальных турах. Вы имеете в виду огонь, всякий дым и так далее. Виртуальные туры вы, опять же, имеете в виду Unreal Engine. То есть, турами сейчас это сложно назвать. Виртуальными турами было то, что создавалось с помощью фотографии. Помните такое? С помощью фотографии мы создавали как раз из фотографий. Такие виртуальные туры, панорамы. По ним можно было тоже что-то наподобие прогулки сделать. Но это все ерунда по сравнению с тем, что сейчас можно сделать. Да, ну пойдет, Горыныч. То есть, если вам нравится этот референс, то, пожалуйста, его используйте. Чтобы такие референсы сделать, надо ваш курс пройти. Нам что-то попроще можете взять. То есть, возьмите попроще пока. Ну а потом, если выиграете, пройдете курс. Если захотите, например, запишитесь на этот курс самостоятельно. Всего будет 10-15 мест. Летний-летний такой марафон у нас будет. Добрый вечер, я много пропустил запись. Будет запись? Надеюсь, что будет, да. А экстерьер можно? Можно экстерьер? Можно экстерьер, почему бы нет? Почему бы нет? Я по поводу технического вопроса наделал видео на полный экран. Это так и задумано. Там есть где-то включение, есть где-то включение. То есть, я сейчас вам даже не скажу. Я уже давно в качестве слушателя сидел на вебинарах, но есть где-то включение на полный экран. Я обонарил водичка из крана. Включение-выключение освещения. Да, тоже, но это достаточно просто. Делается с помощью блюпринтов. То есть, это уже как бы такие дополнительные эффекты. То есть, сначала создается основной каркас, а потом уже эти дополнительные эффекты создаются. До какого числа конкурс? Я думаю, что до середины мая приблизительно. То есть, может быть, даже до какого-нибудь 10-го числа мая. И в РАИ в Короне. То есть, это ваше решение. Вы участвуете, если вы, например, подаете заявку на участие в конкурс, размещаете посты, например, репост делаете, то вы этим самым подтверждаете, говорите о том, что вы будете выполнять самостоятельно. Я буду подсказывать, естественно, но я не могу досконально вам какие-то давать инструкции. Вы должны будете сами путь выбрать и реализовать вашу задумку максимально качественно. Иначе какой же это конкурс? Да, то есть, сейчас, конечно же, присылать домашнее задание. Мы будем с вами... И да, тот, кто... Участники не будут засчитаны, если вы не будете участвовать в вебинарах. То есть, если вы не присылали, например, домашнее задание, я вас не допускаю к конкурсу. То есть, участие, оно должно быть вот таким плавным. Вы можете прийти, да, потом раз, разместить работу в самом конце и все. Эта работа не будет засчитана. То есть, если вы будете участвовать на протяжении всех наших вебинаров, тогда да. Тогда я присматриваюсь. То есть, я смотрю, человек достоин или недостоин. То есть, можно его допустить в свою команду или не можно. Соответственно, я принимаю решение. Даже несмотря на итоговую работу, могу принять решение, например. То есть, если человек проявлял себя достаточно... Вот как Артем, например, да? Артем. Артем проявлял себя на вебинарах с кукушкой очень серьезно. И в итоге прошел курс Альпийской шале. Так, виртуальный тур в качестве преподавателя Автодеска привлечь их как спонсора. Ну, можно, в принципе. Но я об этом пока не думал. Информация про конкурс. Кстати, я недавно в конкурсе участвовал по их анимации. Анимация про весну. Помните, подснежник делал? Там выиграл несколько призов. Мне сертификат прислали. Я вам продемонстрирую, если захотите, на следующем вебинаре. Сертификат прислали. И прислали несколько замечательных призов. Выслать готовый рендер или файл Макс. Рендеры. То есть, принт-скрины можно. То есть, пока у вас рендеров нет, вы можете высылать принт-скрины. Отправлять на страничку ВКонтакте. Об этом я напишу. То есть, вы и мне лично будете высылать. Вы будете еще в группу размещать. Мы в ВКонтакте. В группе ВКонтакте. У нас есть группа общественная. Там вискул.ру. Там мы создадим фотоальбом, в котором вы будете размещать этапы своей работы. Кроме того, возможно, что мы сделаем обсуждение. То есть, для каждого участника будет свое обсуждение. И в этом обсуждении человек будет размещать работы. Этапы. То есть, опять же, если этих этапов не будет, то конкурсная работа не будет засчитана. Это все мы распишем. То есть, там несколько будет нюансиков, которые вы прочтете в положении, что называется, о конкурсе. Присутствовать, а в конкурсах не участвовать. Можно, конечно. Можно присутствовать, а в конкурсах не участвовать. То есть, вы можете хоть сейчас записаться на... Ну, Ирина, вам уже не надо, потому что вы проходите курс. Если кто-то хочет записаться, например, то можете уже сейчас начинать записываться на летнюю школу. Весенне-летнюю школу по Unreal Loft. Так, нам нет смысла участвовать. Поздравляю с призами. Спасибо. Спасибо. На этой веселой ноте я думаю, что я закончу вебинар. Иначе мы занимаемся уже болтологией. Я сейчас продемонстрирую тот рендер, который у нас пока получился. Вот что, да. То есть, шумноватый немного. Вы видите, да. То есть, шум присутствует, но уже лучше. Уже лучше. То есть, минут 15 потребовалось на то, чтобы отрендерить более-менее в качестве, в короне. В Array можно, как я уже говорил, намного быстрее это сделать. Далее мы с вами будем дорабатывать нюансы, дорабатывать интерьер, создавать развертки, работать в Moodbox, в ZBrush, работать в Photoshop, работать в Unreal Engine. Начало уже положено. Мы смоделировали основной каркас. Я жду от вас домашние задания. Жду от вас домашние задания. Да, угловатый, кстати, прикольно смотрится, современно, да. Жду домашние задания, жду от вас заявки на конкурс после того, как мы положение распишем. Ну и до следующего вебинара, до следующего четверга. Жду вас в ВКонтакте. Я сейчас отправлю вам еще раз ссылку на свой ВКонтакт. Добавляйтесь в друзья, задавайте вопросы. Обязательно буду отвечать. Добро пожаловать в команду. Особенно тем, кто присутствует на данном событии впервые. Пока-пока. Спасибо за внимание. С вами был Ивановский Никита. До следующего четверга, но со многими мы увидимся намного раньше. Пока-пока.